Малый человек, Боже, на свобода, Зачем это у тебя? Зачем ты надета? Зачем? Сними, это у храма же. Ты же не на концерте. Что это за форма? Избрось. Начинаете, молитесь, просите благословения. Закрой беженок потихоньку. Любящий Христос, помоги нам во всем. Милость твоя велика. Слава тебе, Отец и мой святой Бог. Евангелие. Евангелие Куки. 15 глава. 7. 15 глава. С 1 стиха читаю. Дети, вспомни сейчас. Какой вчера праздник был? А что это такое? Ну, знай. Или читали, может быть, в 14 главе. Кто знает? Тетяне? Тетяне. Встреча Господа Иисуса Христа с Богоприимством Семеном. Молитву поем мы дали. Какая молитва? Молодцы. Тетяне нам подскажет. Да, пусть они знают, просто они стесняются, скорее всего. Вы все знаете, да? Ну, давай. Ныне отпускаешь рабат, владыка, по глаголу твоему с миром. Ну, что ты, не знаю, что ли? Ну-ка, говори. Вы им напойте, а тогда они, может, пропоют им. Не надо. Поля знает, руку поднимает. Так, вспомнили. Сегодня, с сегодняшнего дня начинается неделя блудного сына. И поэтому, сегодня, тема нашего урока о глобном сыне поговорим. Прочитает Даша нам стих Евангелия в Фуке, 15 глава, с 11 стиха читаем. У кого есть Евангелие, открываем, читаем. Пожалуйста. Старшая, кто умеет читать. Все, мы начнем. Так, пожалуйста. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По происшествии немногих дней, Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу. И там расточил имение свое, живя распутно. Это какого стиха? Дальше 4. Когда же он прожил все, Настал великий голод в той стране, И он начал нуждаться. И пошел, Пристал к одному из жителей страны той, А тот послал его На поля своей пасти, Пасти свиней. И он рад был Напомнить чрево свое Рожками, Которые ели свиньи, Но никто не давал им. Придя же в себя, Сказал, Сколько наемников у отца моего Избыточествует хлебом, А я умираю от голода. Встану, Пойду к отцу моему И скажу ему, Отче, Я согрешил против неба И пред тобою, И уже не достоин Называться сыном твоим. Прими меня в число Наемников твоих. Встал И пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, Увидел его отец. Его изжалился, И побежав, Пал ему на шею И целовал его. Сын же сказал ему, Отче, Я согрешил против неба И пред тобою, И уже не достоин Называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду И оденьте его, И дайте Перстень на руку его, И обувь на ноги, И приведите Откормленного теленка И заколите, Станем есть И веселиться. Ибо этот сын мой Был мертв и ожил, Пропадал, Пропадал И нашелся. И начали веселиться. Старший же сын Его был на поле. И возвращаясь, Когда приблизился к дому, Услышал пение И ликование. И призвав одного из слуг, Спросил, Что это такое? Он сказал ему, Брат твой пришел, И отец твой заколол Откормленного теленка, Потому что принял его Здоровым. Он осердился И не хотел войти. Отец же его, Выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, Вот, я столько лет Служу тебе И никогда не приступал Приказания твоего. Но ты никогда не дал мне И козленка, Чтобы мне повеселиться С друзьями моими. А когда этот сын твой, Расточивший имение свое С блудницами, Пришел, Ты заколол для него Откормленного теленка. Он же сказал ему, Сын мой, Ты всегда со мной И все мое, Твое. А о том, Надобно было Радоваться и веселиться, Что брат твой Сей был мертв И ожил, Пропадал И нашелся. В этой прече Говорится о том, Что молодой человек, Было два сына, Молодой человек решил Получить имение И уйти из дома. Он просил у отца, Но когда Когда отец умрет, Только тогда имение Это распределялось Между сыновьями. А здесь он раньше просил, Отец еще жив, А он уже просил, Потому что И почему Не запретил ему отец, А дал ему счастье, Которое принадлежало ему, И он ушел, Потому что у него Внутри уже Это решение возникло, И не надо было Его удерживать. Он разрешил ему, И сын ушел. Ушел далеко, Так говорится, В страну далече. Там он прожил Жизнь блудно, Расточив все имение. И уже ничего, Много было у него друзей, Обычно друзья бывают Такие, Которые любят Чужой карман. Все расточил. А когда ничего У него не осталось, То и друзья покинули его. Никого не осталось Рядом с ним. И никто Не нашлось Такого друга, Который мог бы остановить В его безумном состоянии, В котором он жил, Расточив Клинение свое. Не было. Он один был. Совершенно один остался. И когда То, что И наступил голод, То что? Он не мог Ничем насыпаться, И пошел, Устроился на работу, Куда? Свиньям, Говорит. Даже хотел Напитаться рожками, Техни, Доволимого. И здесь Он вспомнил По пациенту, Что у него Так много Наемников, Избыточествую Всем, Что у него есть. А он Умирает От голода. И что Он тогда Решил? И что Он сказал Сам себе? И что Он сказал Сам себе? Ну, Решил Вернуться К отцу Своему, Поскольку Рабочие Ему Даже Рабочие Его получают Избыточки Избыточек Хлеба. Он умирает От голода И дальше Что Он сказал? Пожалуйста Он сказал Пойду Скажу Отцу Моему Что Отец Я согрешил Перед тобой Перед Ним И тобой И не достоин Уже Называться Сыном Твоим На примере На примере Меня Наемники Твои Так, Хорошо Вот Он Решил Это И решил Пойти К отцу Он Пошел К отцу? Да А что С отцом Вернемся Сюда Что Отец Сказал Отец Он Увидел Его Когда Он Сол Издалека Ну И Побежал Коему На встречу Он Побежал Коему На встречу Даже Он Он Как-то Отругал Его Или Что Ах Ты Такой Секой Иди Ну Что Он Сделал Он Сказал Своим Рабам Чтобы Они Принесли Ему Обувь Одежду Закололи Откормленного Теренка И Накормили Его Сына Он Да Он Его В объятия Взял Он Обрадовался Потому Что Отец Многократно Выходил На улицу И Все Время Ждал Его Прихода Не Так Просто Где Мой Сын Он Страдал Он Ждал И Он Надеялся Что Он Придет Вернется И Сын Вернулся И Он На встречу К нему Пришел Обнял Его И Рабам Своим Сказал Чтобы Принесли Ему Перстень На руку И Одежду Самую Лучшую И Обувь На ноги Все Это Он Сделал И Устроили Пир Радовался Что Вернулся Сын Был Мертв И Ожил Вернулся Вот Эта Притча Говорит О том Эта Притча Что В мире Так же Получается Что Молодые Люди Особенно В раннем Возрасте Не осознав Еще Как Должно Свои Свою Жизнь И Они Уходят В мир Уходят Надолго И Бог Их Не Удерживает А В роли Отца Это Как Христос Который Ждет Человека Он Ждет Покаяния От Него И Он Дает Ему Полную Свободу Полную Волю И И Не Удерживает Его От Дает Полностью Напитаться Этими Грехами Когда Он Напитался Уже Когда Он Осознал Себя Что Ему Очень Плохо В мире Без Бога И Когда Он Осознает И Возвращается К Богу И Тогда Бог Принимает Его Принимает Его Покаяние И Радуется Ему И На Небе Говорит Даже Ангелы Радуются Одному Грешнику Покаявшемуся Вот Эта История Говорит Нам О том Как Далеко Уходят От Бога В этом Мире И Мы Сейчас Видим Грехопадение Велико Люди Задают Сейчас Но Почему Если Бог Есть Почему Он Не Остановит Человека Чтобы Он Не Грешил И Не Даст Как Я В школе Помню Преподавала Мне Ученики Часто Задавали Вопросы А Почему Бог Не Остановил Или Сатану Не Убрал Зачем Сатана Так Искушает Человека Но В Это В Это В Это Бог Не Хочет Насильно Принуждать Человека Ему Нужно Чтобы Добровольно Человек Сам Пришел И Покаялся Бог Дал Полную Свободу Бог Дал Полную Свободу Маликое Слово Сказать Да Пожалуйста Мы В храм Приходим Просьба На Будущее Имейте Ввиду У нас Строгая Одежда Все Здесь Волосы Бывают Видны Даже Решетки Какие Это Сеточка Или Блестящие Вот Это Это Они На Концерт Пришли Постарайтесь Сделать Вот Она Как Сидит У Себя У Собой Как Вот Они Сидят Подряд Больше Нет Это Просто Мы Пришли В Храм Из Храма Помолились А тогда Можете Все Обратно Задевать Собой Храме Вот Они Как Сидят Все Так У нас Всегда Так И Было Вы Хорошо Поняли Чтобы Волос Не Просвещивался Нигде Посмотрите А то Такая Сеточка Получается И Разные Блестки Тоже В Храме Положено И Бог Дает Полную Свободу Почему Он Ситане Не Запрещает Которые Это Бесплотный Дух И Он Что Духом Своим Приходит И Человека Влекает В Страшное Грехопадение Чтобы Исполнили Его Волю Волю Сатаны А Господь Не Останавливает Его Почему Потому Что Бог Дал Полную Свободу Человеку И Вот Эта Свобода Повредила До Какой-то Степени И Не Удержала Человека А Вот Такое Падение Он Пал И Дальше Говорится Он Втором Сыне О Старшем Сыне Что С ним Произошло Как Он Встретил С радостью Ли Встретил Он Младшего Сына То есть Младшего Брата И Назвал Ли Он Вот Это Брат Мой А Что Как Он Сказал Твой Сын Утик Мифа Сай Я Тебе Служил Каждый День А Ты Не Дал Мне Нателенка Чтоб Повеселиться С друзьями Моими А Этот Который Блудно Прожил Жизнь И Все Имение Расточил Ты Заколол Ему Теленка И вот Радуется Он Это Твой Сын Он Не Сказал Мой Брат Пришел А Отец Что Ему Ответил Как Ему Сказал Отец Он Ответил Ему Что Вот Твой Брат Вернулся Был Мертв Жил Пропадал Нашелся По Радуйся С нами Да Он Призывал Его К Радости В Радости В С нами Как Он Это Твой Брат Был Мертв И Ожил Но Брат И Слышать Не Хотел Об Этому Вот Почему Христос Посмотрите Как Вот Если Мы Сейчас Возьмем И Рассудим Что В Образе Брата Ушедшего От Бога Сына Его Это Наш Языческий Народ А Сын Брат Это Еврейский Народ И они Часто Христос Языческий Народ Грешил Ушел Далеко От Бога Но Когда Христос Пришел И Он Стал Призывать Тот И Другой Еврейский Народ Против Христа Пошел А Языческие Приблизились Эти Блудники Жившие Грехонные Образ Жизни Вельяни В таком Падении Были И Однако же Христос Призвал С Распростертыми Объятия На Кресте Как бы Желая Обнять Весь Мир Всех Призывает К Придите Ко Мне Все Труждающие Се Обремененные И Найдете Покой Душам Вашим Христос Всех Призывает До Самого Конца До Самой Смерти Звучит Его Голос Придите Ко Мне Мы Читаем У святых Еще Мне говорят 998 Раз Христос Придите Ко Мне Все Труждающиеся И Обремененные И Только Два Раз Скажут Отойдите От Меня Делатели Беззакония Не Знаю Вас 998 И Два Раза Но Люди Не Хотят Вернуться Они Так Упиваются Этим Грехом В этом мире Что Заглушили Совесть Свою И Голос Христа Они Не Слышат А кто Услышит Те Раскаются И Приходят Ко Христу С радостью Принимая Его Зов Кается И Христос Принимает Их Принимает С радостью Свои Объятия И Вот Здесь Отец Вернемся Опять К Этой Притче Когда Отец Принял Сына Он Вернул Ему Перстень На руку Сказал Надеть Это Как Царственное Достоинство Его Одежду Это Благодатный Покров Вернули Ему Одежду И Одели Его Обувь Такую Чтобы Не Прокусывали Больше Змей То есть Сатана Не Касался Его Вот Здесь Мы Видим Как Христос Принимая Идей Раскаившихся В Свои Обители И Мы Читаем В Откровении Как Христос Говорит Се Стою У Двери И Стучу У Сердца Человека Грешника Все Стою У Двери И Стучу И Кто Отворит Дверь Пойду К Нему И Буду Вечерять И Он Со Мною И Он Со Мною То есть Добровольно Любящего Возлюбившим Возлюбившего Христа Человека Такого Бог Принимает Но Насильно Никого Он Не Хочет Дал Полную Свободу Человеку Делай Что Хочешь И Как Хочешь А Когда Он Осознает Свой Постопок Вернется К Христу И Тогда Уже Христос Принимает Его Мы Еще Мы Еще Из Писания Знаем Такие Примеры Два Брата Здесь Описываются В этой Плечи Про Мытаря И Фарисея Помните Эту Плечи Как Мытар Пришел В храм И Как Он Осуждал То есть Фарисей Восхвалял Себе И Осуждал Митаря Раскаившегося Уже А А с самого начала Вспомним Когда Каин И Авель Тоже Два Брата Описываются И Как Каин Позавидовал Авелю Что Бог Принял У него Жертву А у Дюй Я же Тоже К Богу Стремился Так И Еврейский Народ Мы В образе Вот Этого Брата Который Обиделся И Не Захотел Встретиться С родным Брата Прийти На этот Пир То есть Господь Нам Показывает Что Еврейский Народ Я всегда Еврейский Народ Говорит Тоже Я всегда С тобой Я всегда Признала А что Ты К этим Язычникам Благодатную Одежду Дал Им Они Были Против Тебя Они Отходили Они Не Знали Тебе А мы Всегда С тобой Так же И Сын Говорит Я Что Что Отцу Говорит Я Всегда С тобой Я Я Дел А ты Смотри А ты Мне Не Дал И Козлов Как Этому Брату Закол Ну вот Дети Замучите Вы Уже Знаете Этот Стив А Да Знаете Да Молодцы Хорошо Ибо Возмезд Загрев Смер А Дар Божий Это Тоже Знаете Хорошо Этот Стив Нет Этот Не Знаем Так Первое Иоанна 1 9 Дома Выписать И Заучить Наизусть Если Исповедуем Грехи Наши То Он Будучи Верен И Праведен Простит Нам Грехи Наши И Очистит Нас От Всякой Неправды Первое Послание Иоанна 1 9 Запишите Пожалуйста К следующему Уроку Приготовить И На следующий Урок Будем Скаживать Все Заученные Вами Стихи Вот Мою Урочку Возьми Занятие Окончено Поблагодарим Господа В следующий Раз Будем Спрашивать О Глубном Симе Чтобы Еще Дома Почитали Эти Прикори И Снили Себе Книги Положите Поблагодарим Поблагодарим Повернись Тебе Поклора Хотя бы Сделайте Прось Благодарим Господа Благодарим 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 Помоги Помоги Правильно Понимать Слово Твое И Жить По заповедям Как Ты Учишь Слава Цою Сыне Стома Дух Выходим Спасой Да Выходим Спасой Да Выходим Выходим Благодарим Звучит Милостыня Господь, И судьбом всем обидимым, Сказал пути своему и силы, Сыновым Израилевым хотенье свое. Чедрый милостын Господь, Долго терпелив и многомилостив, Не до конца прогневается, Не живет прождует, Не по беззакониям нашим сотворительством, Не живет по грехам нашим воздависть нам. Я копал из сети небес, не от земли, Утвердил из Господь, Милостын, обоящийся его. И в нем простоят восстаться от запад, Утвердил из от нас беззакониям нашим. Я копал из сети небес, И в ущербе Господь, Боящийся его. Я копал из нас созданиями нашим, Памин, ну як отец есть мы, Человек, Як отраводнику, Як отцец или так отцец, Як отцу против неба не будет, И не познает того места своего. Билый же Господь не от века и до века, На боящихся его. И правда его на сыне сынах, Хранящих завет его, И помнящим заповеди его творития. Господь на небесе уготова престол свой, И царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы его, Сильные крепости, творящие слово его, Услышите голос, славец его. Благословите Господа вся сила его, Слуги его, творящие волю его. Благословите Господа вся сила его, Благословите Господа вся сила его. Благословите Господа все ангелы и святому духу, И ныне и пресно и вовеки веков они. Благослови, душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя святого и его благослови, Благослови все Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Благослови все ангелы и святому духу, Благослови, душа моя, Господа, Восхвалю Господу в животе моем, Пою Богу мою глупа, где же есть. Не надейтесь, а на князя, на сына человеческие, Внижение спасения. Благослови все ангелы и святому духу, Идите, Дух и Боя возвратиться в землю свою, В один покердит все помышления Его. Блажен, Ему же Бог, Хараполь, помощник Его, Упование Его на Господа Бога Своего, Сотворшего неба и землю, В море и все яжи в них хранящего истину век, Творящего с утопитимым, Дающего пищу алчущим. Господь решит такованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит незверженные, Господь любит праведники. Господь хранит решенцы, Сиро и вдову приемет, И пусть грешный погубит. О, царится Господь вовек, Бог твой сегодня в родный год, И ныне и крестный во веки веков они. Единородный Сыне, Слове Божий Бессмертенцы, И изволивай спасение нашего Роди. О, плотитесь от святые Богородицы, И близ на Девы Марии, Вне приложенного человеческого сел, Раз мы все же, Христия Божий, Смертью и смерть поправы. Единицы, святые Троицы, Спрославляемый Отцу и Святому Духу, Спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Аминь.